Я плачу Я плачу По-перше, потрібно собі задати питання, для чого я тут живу на землі? Для чого це все, що відбувається навколо мене? Для чого існує цей світ? Звідки він взявся? Така красота, така гарбонія? Це все ж книга, яку Господь написав своєю божественою рукою. Вона теж читається, в ній пісняється Примудець Божий, Його любов, благость, милосердя. А якщо людина починає задумуватися на цьому світі, на цій красоті, ця красота заставить людину задумуватися над найближчим, хто це створю, для мене взявся. А якщо я творець, для чого це все створено? Стой! Стой! До Почаева подвозь. Червончик і поехали. Ну, хорошо, поехали. Двери только получше закрой. Эх, і чого все туди едуть, этот Почаев, а? От я вот считаю, що забыла нас всіх Бог і мене лично теж. Ну, от, посмотри, я, да? Никого не убив, нічого не украл, ну, по большому счету. А счастья нет. Я пошу с утра до вечера. Жена пилит, пилит, денег їй не хватає. Старша дочка нічого делать не хоче, тільки по дискотекам шляється. І так у всіх моїх знакомих. Поэтому я тебе говорю, забыла нас Бог. А вы сами в Почаеве были? Да некогда не по церквам ходить. Стою всем, ложусь двенадцать, устою, как собака. Кажешь, там церковь, скорее голову... Совсем недавно я бы с ним согласился, если бы однажды не увидел все вокруг другими глазами. И тогда ко мне вернулось, как подарок, забытая детская вера в чудо. Идет, идет, и сам вдруг видит, стоит в огне она. Когда человек узнает себя, он не может не меняться. А тогда меняется и мир вокруг. Становятся важными и главными понятия, о которых раньше даже не задумывался. И эта благословенная земля, которая нам подарена. И храмы, хранящие неиссякаемую силу святынь. Все это становится близким и понятным. И благодаришь небо, и за эту намоленную землю, и за чудо спасения людей, часто за миг до безысходности, за шаг до пропасти. Сколько Бог дать жить, столько помнить буду. Я тогда овец своих под гору пасти спригнал, на которой монахи из Лавры Киевской жили, те, что татар бежали. День был как день, ясный. Только вдруг ветер налетел. Я на гору гляну, а на ней свет дивный. На все небо разливается. Овцы мои в кучу сбились, птицы замолкли, а меня как будто потянуло туда. Свет маленький, я иду, иду к нему, а он все ярче становится. И вдруг вижу, вот в этом свете небесном сама Богородица встает. Я на колени упал, руки к ней тяну, и молюсь на нее, и плачу, и молюсь. А Богородица над каменной горой поднялась, вся в этом свете дивном, и в небе будто растаяла. Я на камень гляжу, а на нем след остался, и вода родниковая в нем проступила. Так рассказывал Иван Босый, пастух с Волыни. Только одно мгновение простояла Богородица на твердом камне, а след ее остался навсегда. Да, интересно. Ну а дальше что было? После того, как чудо это случилось, у подножия той скалы монахи построили небольшой храм. Но сама скала и след небесный на ней еще 400 лет оставались под открытым небом. Позже там построили церковь, а сейчас на ее месте стоит великолепный Успенский собор. Дух захватывает, когда видишь эту красоту. В память о чуде, золотых дел мастер создал большой бронзовый киот с барельефом Божьей Матери. А след? След остался? Стопа с источником существует и сейчас? И след есть, и вода есть, и люди исцеляются. Пресвятой Твоей иконой, владычице, молящаяся исцелений сподобляется, вереистинное познание приемных и агаринское нашествие отражает. Тем же нам в Тебе, преподающим, грехово ставление и спасти, помыслами благочестия сердца наше просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ нашей. Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава Божьей Богу! Слава Божьей Богу! Да, а моя все погадалкам-то, экстрасенсам бея. Ну все, приехали. Останови. Держи. Да нет, ты это, свечку там поставь за меня. А зовут-то тебя как? Жора. Георгий, значит? Ну да, Георгий. Каждый ищет свою дорогу любви и справедливости. Именно здесь, в Почаеве, в этом удивительном мире красоты, покоя и какой-то непознанной мудрости, мне впервые удалось почувствовать и понять ответы на многие вопросы. Здесь даже время течет по-другому. Нет торопливости и суеты. А отец Геронтий, монах, чьи удивительные и неожиданные по простоте мысли помогли мне стать немножко другим человеком, знает что-то такое, чего нам пока знать не дано. Само существование Почаевской лавры уже является чудом. Ни разу за всю ее долгую историю нога завоевателя на гору не ступала. И веря в чудодейственную силу этого места, сюда шли и шли люди с надеждой на помощь и исцеление. Не на каждого изливаются чудеса, но каждому, кто обращается с сердечной верой, и тайной явно подается помощь духовная, душевная и телесная. А история хранит память об этих событиях. По историческим справкам, в середине XVI века недалеко от Почаева, в поместье Орле, жила православная помещица Анна Ерофеевна Гойская. В ту пору на Волыне оказался проездом по церковным делам греческий митрополит Неофит. Богобоязненная Гойская сердечно приняла у себя именитого гостя и по обычаю ревностно оказывала ему самое глубокое уважение, так как стало известно, что привело его в Почаев желание поклониться святой стопе Богородицы. В благодарность за долгое гостеприимство Неофит благодарил